Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире очередной выпуск Дискуссионного клуба телевидения Казанского Федерального Университета. Я его ведущий Юрий Алаев. И сегодняшняя тема навеяна, конечно, как сейчас говорят, хайпом вокруг мини-сериала шведско-американского производства «Чернобыль». Все это случилось достаточно давно. Фильм вызвал неожиданно большой резонанс, можно сказать успех. Я имею в виду отечественную аудиторию, хотя и мировая премьера уже состоялась. И вопрос заключается в следующем. Вот то, что случилось 26 апреля 1986 года. Это именно что случилось, это драматическая роковая случайность. И гарантированно ли мы сегодня от, не дай бог, конечно, повторения чего-то похожего, даже на порядок более щадящего, но тем не менее. Это касается любой точки, наверное, нашей страны. И это касается, конечно, Татарстана и, может быть, в каком-то смысле даже в большей степени, чем многих других регионов, потому что у нас сосредоточено на нашей территории достаточно большое, мягко говоря, количество предприятий, объектов. Я имею в виду в том числе и магистральные газы и нефтепроводы, которые потенциально представляют собой опасность. Вот обсудить эту тему, кто что делает и кто что должен делать, а может быть должен, но не делает для того, чтобы минимизировать возможные опасности, риски, мы и собрались сегодня здесь. И, конечно, коли уж, как журналисты говорят, оперативным поводом для выбора тем дискуссионного клуба явился сериал Чернобыль, мы не могли не пригласить группу ликвидаторов, участников ликвидации аварии Чернобыльской АЭС, которые живут в Казани, слава богу, здравствует, будем надеяться, да, и возглавляет ее председатель общественной организации Союз Чернобыль, точнее, татарстанского отделения от организации «Общероссийская». Александр Анатольевич Борсков, вот он здесь у нас, представим. Два слова об экспертах, которые представляют специальные министерства и ведомства. Начнем, Борис Георгиевич, с вас, руководитель Федерального привозского управления Федеральной службы по экологическому и технологическому атомнодзору, сокращенно Ростехнадзор, Республика Татарстан, кандидат географических наук, я к этому прицеплюсь, к тому, что вы кандидат географических наук, и, кстати, заслуженный эколог Российской Федерации, Борис Георгиевич Петров. Заместитель начальника управления гражданской защиты Главного управления МЧС РФ по Республике Татарстан полковник Алексей Александрович Быков. Сослуживцы, заместитель начальника отдела здесь в первом ряду инженерной, радиационной, химической, биологической и медицинской защиты того же главка МЧС РФ ПРТ, подполковник Радик Оглямович Шигапов и заместитель начальника Центра управления в кризисных ситуациях МЧС РФ ПРТ, подполковник Радик Рассыхович Гесмятов. Начальник Центра. Я вас поздравляю с повышением, по-видимому, надо уже делать дырку для звездочки подполковника, да, еще одну. Все прекрасно. Эксперты, представляющие ученое сообщество. Евгений Борисович Гаврилов, доцент, кандидат технических наук, главный специалист по направлению безопасной жизнедеятельности, это КНИТУ. Аркадий Искадельевич Курамшин, как раз у него звонит телефон, он всегда на связи, ой, простите, великодушно, доцент кафедры высокомолекулярных элементов органических соединений Химического института КФУ, кандидат химических наук, как звонки выбивают из колеи, да, и Олег Рауфович Бодрудинов, доцент кафедры прикладной экологии, Института экологии и природопользования КФУ, кандидат физико-математических наук. Вот такой состав, на мой взгляд, состав очень авторитетный, разнообразный. И прежде чем мы перейдем к сегодняшнему дню, я к обсуждению проблематики, о которой я говорил вот двумя минутами раньше, давайте мы все-таки начнем с кино, с этого мини-сериала. Я обращаюсь ко всем присутствующим, к журналистам, к экспертам, к зрителям, не телезрителям, конечно, а к тем, кто в зале. Есть здесь те, кто не смотрел этот сериал? Раз, два, три, четыре, ой, пять, пять, но большинство все-таки посмотрели, да, все пять серий, кто-то три серии, кто-то две серии и так далее. Александр Анатольевич, наверное, все-таки мы с вас начнем. У меня вопрос к вам, как к представителю того сообщества, тех людей, которые непосредственно работали, участвовали в ликвидации последствий этой катастрофы. Вы посмотрели фильм. Ощущения каковы? Вот то, что там показали, показали иностранцы, да, режиссер, по-моему, американского профессии, съемочная группа частично шведская, частично там, говорят, литовцы участвовали и так далее, такой интернационал, какой продукции, показали, на мой взгляд, за много-много лет впервые советских людей, не как каких-то клоунов, да, не людей, которые в ушанках там с кувалдой летают на космической станции и колотят, а как нормальных, вполне себе симпатичных людей. Но, тем не менее, вот общее ощущение, и может быть, что-то вы скажете, если кто-то присоединится, я буду только признателен, о деталях. Это правда, вот так и было, или это очень близко к правде, или, как обычно, или, как чаще всего бывает, кино это одно, а реальная жизнь нечто совершенно другое. Пожалуйста. Ну, нас немножко удивило все-таки, спустя 33 года вдруг выходит такой художественный фильм на экран, тем более мы ожидали, конечно, от наших режиссеров, что все-таки наши российские или наши украинские, коллеги, так скажем, снимут такой фильм. Больше всего документальных фильмов, я как раз накануне посмотрел фильм почти такой же, девятисерийный, это фильм «Время Че» называется, там в основном воспоминания наших ликвидаторов, но сюжеты очень близкие, сюжеты очень интересные. Одно сказать, Голливуд есть Голливуд, мы так уж называем американские фильмы, и до этого мы фильм видели «Война и мир» в новом исполнении, и «Тихий дом» в новом исполнении, как-то все-таки это не воспринимается нам близко все это, все равно это что-то такое далекое, что-то такое америкосовское, как мы сейчас говорим, принято уже называть американцем. Конечно, сам сюжет по себе очень тяжелый. Надо сказать, мы когда были в Чернобыле, работали там, мы, конечно, это ничего не видели. У нас было конкретное задание, мы приходили на работу, исполняли свой долг, приходили уставшие, падали на койку, утром вставали и опять шли работать. То есть, единственное, надо сказать, что сама вся работа очень тяжелая была. Наверное, вот этот обзор сверху видели наши вот только летчики, вертолетчики, кто пролетал над Чернобылем. Все это, что происходило, те, конечно, страшные дозы облучения. Вот из воспоминания Академика Легасова, там уровень радиации был до 3,5 тысяч рентген. То есть, это, по сути дела, моментальная смерть, и даже птицы падали на лету, там вороны и прочее. Вот здесь трудно об этом говорить. Конечно, надо сказать о том, что эта авария не первая у нас. У нас одно из самых таких первых, это, конечно, было самое страшное, это испытание на ядерном полигоне. То есть, у нас сегодня вот есть люди, те, которые... Вы Тоский имеете в виду? Да, Тоский ядерный полигон. У нас ведь как категория граждан? То есть, это участники, это подразделение особого риска. Те, кто служил на атомных лодках, случались аварии. Те, кто служил на Белоярской атомной станции, на Ленинградской атомной станции, на спецкомбинате «Маяк». Там была страшная авария в 1956 году. Поэтому Чернобыль, эта авария была уже, как сказать, она произошла в тот момент, наверное, и такой самый неудачный момент, когда у нас в стране шел немножко какой-то такой передел собственности, какой-то такой... Перестроено скорее. Да, мутное время какое-то шло такое, так скажем, накануне 90-х годов. Вот это вот интересно, что вы сейчас заметили, да, вот упомянув некоторые аварии. Ну, мы можем, я могу дополнить еще, справедливости ради сказать, что это не один СССР отличался в те времена такими авариями. в том же году, если мне память не изменяет, была катастрофическая совершенно авария в Хапале, в Индейском, там под 60 тысяч человек было угроблено американская Union Carbide, Trinity Island, но там, правда, обошлось, американская атомная станция там обошлась без эвакуации и без смертей. Бог миловал их. То есть, сама по себе, вот само по себе насыщение технологическими сложными системами, конечно, увеличивает риски, да, таких вот ситуаций. Но это так, замечание, кстати. Вы работали на земле, вы говорите, да? Да, извините, что я, может быть, какой-то бестактный вопрос задаю. Вот ваша работа, в чем заключалась? Вот по кадрам в этом фильме мы видим, там солдаты выходят, там носовковые лопаты, вот этот вот графит там разрушенный, там с крыши четвертого энергоблока сбрасывают. Да, да, я понял. Да. Здесь получается в том, наша работа заключалась, во-первых, надо сказать с того, что мы по специальности ветеринарные врачи. Рустей Масагидович, это врач, например, радиобиолог. Я врач-токсиколог. То есть у нас получилось так, что мы в то время немножко опасались, что может быть двойное действие. Как специалисты по комбинированному поражению, я вот поехал как врач-токсиколог, у меня дипломная работа была как раз по радиобиологии, то есть как бы такое совмещение. Но у нас было интересное задание. Мы работали со стороны Белоруссии, то есть мы Гомельская область, Могилевская область, то есть мы въезжали в 30-километровую зону, работали вахтенным методом. Ну, наша главная цель была диспансеризация сельскохозяйственных животных. В то время, конечно, очень люди удивлялись, что к людям было такое отношение, немножко врачи сбежали из тех районов, там даже не хватало медиков. Но в это время ветеринары приехали и стали работать с животными. К нам многие обращались, люди даже, сделайте у нас замер, посмотрите наши продукты, что мы здесь, чем мы питаемся. Ну, у нас было специальное задание, это диспансеризация животных. Если бы это была не секретная работа, мы бы, наверное, попали в книгу рекордов Гиннесса, что впервые в очаге радиационного поражения было проведено обследование около 5 миллионов животных. И по тем деньгам, наверное, около 10-15 миллионов денег для белорусов сэкономили. Если Украина пошла через то, что они уничтожили то поголовье, которое оказалось в зонах радиационного загрязнения, белорусы решили спасти свое поголовье. Это, конечно, крупный рогатый скот, это лошади наши, как говорится, там прочие, свиньи. То есть это поголовье мы пытались спасти, по крайней мере, сортировали, смотрели, работали. То есть такая очень наработанная. Она была очень специфическая, понимаете? Поэтому мы, конечно, как сказать, но я реактор виден где-то за 5-6 километров. То есть мы заезжали в эти зоны, вот в этот рыжий лес, как говорится, в нем работали, то есть ехали по дороге в респираторах, вот эта красная пыль, которая поднималась по всей дороге, когда мы в грузовых машинах ехали. Но самое, что было обидно, когда стояли заслоны, в то время назывался Комитет государственной безопасности, у нас даже индивидуальные дозиметры требовали, чтобы сдавали. Почему? Ну, мы были гражданские люди, эти замеры производить мы не имели права. Даже приборы СРП у нас были. То есть вы в зону уже въезжали без дозиметра, без счетчика гейгера, и в общем не представляли себе, что вы хватаете такой дозиметры. Не представляли, где мы, где мы как работали. То есть мы уже дальше брали отбор крови, это вынужденный забой, пробы органов брали, и там уже дальше вот это все мы смотрели. Очень интересные подробности. Я думаю, если бы режиссер Мазин вас послушал, может быть сюжет этого мини-сериала разворачивался немножко по-другому, потому что вот эта вот самостийность, белорусы решили спасти, крупный рогатый скот, то Украина пошла по принципу там да лучше всех уничтожить. Один из элементов фильма, и во множестве эти байки рассказывались и рассказываются, я прекрасно помню те времена, я был достаточно взрослым человеком, мягко говоря, в 86-м году, к вопросу о клюкве, о том, что всегда что-то у нас выскакивает, да, в фильмах, там какая-то ерунда, над которой приходится смеяться. Ну там, конечно, был смешной эпизод, когда приезжает в роли министра угольной промышленности Щадова какой-то такой субтильный паренек, да, и там эти автоматчики, он шахтером говорит, это, конечно, вызывает смех, но, к счастью, таких вот проколов, такой клюквы голливудской, как вы сказали, да, характеризует в целом это кино. Ну да, возникновение моментальных ожогов таких сразу, то есть это тоже как-то немножко, то есть радиация все-таки, она имеет немножко вот такой пролонгированное действие. К вопросу о пролонгированном действии и о клюкве. Пили ящиками водку для того, чтобы вывести радионуклиды? У нас спирт был. Хороший ответ. То есть нет, водку не ефили. Но выводить, чем было. Не напрягало то, что вот люди обращаются с просьбами, а вы в силу того, что вы на военном положении, да, в военной ситуации, вы вынуждены им говорить. Ну мы же не туда ехали в Беларусь. Ребята, спецотдел. Ребята, простите, для нас сейчас вот эта корова важнее, да? Нет, такого не было. Мы ехали через спецотдел агропрома СССР. То есть там нам дали специальные командировки с полосой. То есть мы имели допуск во все эти зоны. То есть мы прошли, дали подписку о неразглашении на 5 лет. Ну понятно, да. Этих материалов. Единственное сказать, у нас вот приборы ДП-100 были. Так ведь? Вот мы как раз, люди приходили, кто с вареньем приходил, кто с грибами. Мы сделали замеры и просто говорили, выброси это, пожалуйста. Лучше не кушайте. А были случаи, когда говорили, что нет, можешь есть, не надо выбрасывать. Я могу пояснить. Да. Вот я к вам и обращаюсь. Микрофон, пожалуйста. Где микрофон вообще? Рустам Сагидыч, как раз на этом деле у нас. Пардон. Он выключен? Включенный? Ближе. Так? А, все, все нормально. Были установлены временно допустимые нормы на продукцию питания. Временно допустимые нормы, потому что чищение было нельзя. И мне приходилось мерить в Ветском районе, в подвале, аптеке, продукты питания, которые заготавливали население. Естественно, молоко, неудовище, что было употреблять в личных событиях, молоко сдавалось в хозяйство на переработку. Но мне приносили. А другие продукты питания, они заготавливали, ребята, люди, картофель, свеклу. Был такой эпизод. Я в обычную продукцию. Был такой эпизод. Я сижу в подвале, меряю на СРП-68 с коллиматором, сосуд маринели трехлитровый объемом. Приходит женщина, приносит картофель. Ну, я ее мерю. Допустимые, нормальные. Ну, картошка, она в период... Ну, поясню немножко дальше. Через какое-то время приходит мужчина, приносит картофель. У него загрязненные, сильно довольники. Не вписывается в временный, нормативный, допустимый уровень. И она с криком. Как же так? У меня чистая... Извините, пожалуйста, вот этот временно допустимый уровень, он выше обычного или ниже? Выше, конечно. Выше. То есть, допускали... Да, время допустимого. Ничего, немножко словите, не страшно. Потому что чищение невозможно было найти на месте. Понятно. И получилось так. Ну, я попросил вымыть картошку, померил, почистить картошку, померил. Выясняется, что огород у этого товарища находится на склоне, примыкает к огороду женщины и на склоне к князине. Торфянник. И картошку, посадим в ранний сорт картофеля, в период цветения захватил родиноклид. Потому что, в первую очередь, на первой стадии растительная продукция загрязналась аэральным способом. То есть, не через корневую систему, это уже последующее загрязнение растительной продукции шло через корневую систему, когда родиноклид впадали на почву и консцентрировали с ней. Вот. Но этот эпизод, вот он был, дошел до госэкопрома, такой пример. Он спрашивает, что делать, как мне сделать. А специалистов нет. У меня специалистов не было. Действительно, Александр прав. Некому посоветовать. Ну, давайте переработку. Дело в том, что переработка картофеля из зерна, например, если в спирт, то удаляет родиноклиды на 100%, в крахмал на 80%. Единственное, возникает вопрос, куда девать удаленные отходы. Это другой вопрос. Но, была другая, это была вторая командировка. Первая командировка, это вот диспансеризация, мы проводили крупные органы скота в районах Гомельской области. Вторая, третья командировка, а плюс нет, в эту же командировку мы мерили, не было медиков-специалистов, это не наша задача ветеринарных врачей. Мы мерили фон в домах, в жилых домах. Такая ситуация, столкнулась с такой ситуацией, люди, не знающие, я прихожу в дом, мерю, СРП, наверху доза растет, растет мощность, сонные дозы, дозиметром. Что у вас наверху, на крыше, на чердаке, летошное сено. То есть люди скашивали сено, и хранили часть его на чердаке. Ну да. Мало того, что детей, вот насчет детей хочу отметить. Вот в том районе, где я проводил диспансеризацию, детей эвакуировали в Татарстан, из Доброжского района. Это мне помогло в работе, естественно. Но дети до 4-5 лет, они не вывозились. Они бегали в пыли, и был такой момент. Самое страшное. Там получалось, многие из Москвы привозили детей к своим родственникам в Белоруссию. Это как раз месяц был, мы в июле, в августе были. И детишки в этой пыли там играют, бегают. Мы говорим, уберите детей, пожалуйста. Коврик. Вот так вот просто. Там дома в Белоруссии, они однотипные, каменные, такие ухоженные. Детская комната. Детская комната. И у них безумная, высокая доза. Я говорю, что случилось? Почему? Ну коврик. У них там ребёнок бегает на улице и в туфлях собьев заносит или босиком заносит свою спальню, комнату. А со мной шёл секретарь сельсовета. Я не мог один ходить. Естественно, представитель власти какой-то со мной присутствовал. Но, естественно, вот эта родственница как так вот давайте значит половик сжечь, убрать, залу закопать, что ещё мог посоветовать, поглубже. Потому что зола ещё концентрировали, где-то ещё концентрировали. Естественно. Вымыть всё. Вот всё вымыть, всё очистить. Сену убрать. Сену подальше, пожалуйста, так сказать, в огород. Потому что они ещё будут кормить этим сеном. Молоко будет, естественно, грязное, разумеется. Вот такие истории. Мало того, что вот мы ещё мерили как раз на ДП-100ОМ. У нас на базе УАЗа 469-го был бета-счётчик ДП-100М с торцевым счётчиком МСТ-11 бета-счётчик помимо СРП-68. Ну, тоже так же продукты питания. Где-то в октябре, по-моему, мы ездили. Я уж не помню. Октябрь, в режиме постоянно ездили. Туда-сюда, туда-сюда. Извините, что я вас перебиваю. Пока вы рассказываете, у меня такая вот свербит мысль, а в этой зоне вот почему вы там в этих домах мерили, а что не было войск химической радиационной защиты? Я уже говорю, отмечал, что это задача не врачей-ветеринарных. Ну да, да. Вопрос, они были там или нет? Это радиационная гигиена, это гигиениция, это врачи должны, санитарные врачи заниматься. Не было специалистов, не было специалистов. Просто, когда нам давали такое задание, работали в 30-ти километровой зоне, а это была зона, прилегающая к ней, как вы понимаете? Это 50-60 метров. И вроде это уже не зона их действия. И как раз след, как радиационный шел, вот мы Гомерскую область взяли, да, под самим городом Гомерем уровень радиации такой был, о нем даже было просто рот на замок закрыть и молчать. Иначе людям должны были выплачивать доплату, как рабочим, которые работают в 30-ти километровой зоне. Нет, немножко не так, я поясню. Ну, Ассадки выпали, там вот так. Я закончу, приносят сухие грибы, белые. Белые, сухие, тем более там уровень зашкаливает бета-активность этих грибов. И он, я, говорит, набрал 60 килограмм. Я, говорит, все равно пройду в Ленинград и продам эти грибы. Вот такие были истории, эпизоды. А что касается Гомеля, не по сравнению с города, вот когда мы приезжали, помните, пушки стреляют, чтобы от осадки исключить облака. Но вот осадки из Чернобыля, как вот сигаретный дым, он обошел Гомель. Ветский район, он был дальше, но он более загрязненный. Вот повезло, что город, и тем более вот эти пушки разгоняли осадки, облака, он обошел. Сам Гомель относительно, относительно был чист. Ну, там были такие районы, как наша Боровая Матюшина. Там помидоры в этом году вот такие люди собирали. Мне знакомый дал, я в аэропорт пришел и сразу их выбросил. Потому что помидоры такие. Я помню, мальчишка был там, да, совсем это, ну, начало 60-х, там конец 50-х, говорили, мелькеские помидоры, то какие, ой, мелькеские, мелькес, да, Димитровград нынешний, там ядерные... Ядерные... Я сам там видел, вот такие грибы. Да? Восемь. Собирали. Восемь. Да, и грибы, и помидоры, и это так радовало людей. В связи с этим, вот одно маленькое уточнение, да, вопрос к обоим к вам. Вы вот упомянули об этом пьяном трактористе, который, тем не менее, умудрился 60 килограммов белых грибов собрать и грозился их отвезти в Ленинград, Ленинградскую область, и там хорошо заработать. Существует такая страшилка или легенда, да, что было секретное распоряжение агропромкомитета СССР, который был как раз, по-моему, в этом году или в 85-м году сформирован на базе, там, вентильхоза и так далее. Так называемое зараженное мясо, чтобы оно не концентрировалось, развозилось по всему Советскому Союзу, и мы все, как говорится, успешно кушали эти, ели эти котлетки. Насколько это с вашей точки зрения или вот по вашей информации соответствует действительности, или это все-таки... Это действительно так. В нашем отделе... Это действительно так. В нашем отделе рационной биологии, когда я работал в этот период там во ВНИВИ, сейчас это ВСЕВ, Ветеринарный институт, Центр технологической рационной и биологической безопасности за киндерями. У нас Курбангалеев, Яков Армур Градзеянович, занимался мясом, мясом, не трудно, и он ездил по системе потребкооперации, мясо распространяем, по системе потребкооперации, он ездил в Самарканд за мясом радиоактивным, в Самарканд. То есть по Советскому Союзу за его распределение. А зачем же он туда ездил? Кушать нечего? Нет, он сказал, вы сказали, за радиоактивным мясом ездил в Самарканд. На исследование распространял мясо, у нас разрабатывалась система дезактивации мяса. Состав был разработан. Отмачивали его, вялили, удалялись. Отмачивали, в кефире. Это состав, я этим не занимался, но это довольно-таки под грифом, я просто это мясо видел, у нас там висели, занимался у нас, и квар занимался, и гизатурин, по ней, в погоне, вот это мясо. Мы же мясо тут привозили тоже, у нас висели там эти самые туши в гараже, мы животных привозили, голов 26, крупнорогатость скота и овец, голов тоже около 20, для исследований. Зачем? Для исследований? Мы радиобиологи. Я думаю, может быть, для личного потребления. Не грех уточнить. Там делалось немножко даже проще. Там просто пролилась одна туша, загрязненная, условно скажем, так с повышенным, 4-5 туш нормальных, делали колбаску, и она была нормальной. СНИПы в то время пропускали. Там средний фон получался более или менее приемлемый, на уровне вот этих вот временных показателей, да? Нет, есть такой способ. Скажите, пожалуйста, еще один бестактный вопрос. Когда вот эти ваши три командировки закончились, вы вернулись, слава богу, живыми оттуда. Вы сами-то себя померили, сколько вы там нахватали? У нас был, мы проводили ИДК-контроль. У нас был сначала первое время, мы ходили, у нас инженер Смирнов должен был мерить после каждого выезда. Ну, потом что-то он замолчал, а, говорит, бесполезно, может не носить, все ясно, доза высокая. Я даже не, как-то это самое, не знаю, какую дозу. Тысяча туда, тысяча сюда уже не принципиально. Тем более, он всегда был не очень трезвый, честно говоря, наш инженер. Вам что-то все время пьяные там попадались. Все-таки к вопросу о том, сколько было у кого спирта. Хотя насчет алкоголя, я немножко не согласен, алкоголь не выводит ротинуклииды. Алкоголь может предохранить перед облучением, перед облучением. Например, если человек не трезв, он блокирует нервную систему алкоголь, и еще облучить трезвого человека и пьяному человеку. Эффект может радио-биологически быть. Ну, пьяному море по колено, это известно безразвую. А выводят из организма это элементы, которые тропны радиоактивным. Цезий тропин, калию стабильному, йод стабильному, йоду естественно. Надо пить минеральную воду или препараты йода. Препараты йода выдавались бесплатно тогда в Беларуси, на Украине. В Украине в какое-то время не выдавались, потом стали выдавать, насколько мне есть, потом перестали выдавать. В Беларуси выдавались препараты йода. Нужно, да. Спасибо. Ну, продукты попадались. Я как-то недавно. Не так недавно, в то время как раз, год, наверное, 89-й, зашел в магазин, смотрю, сгущённое молоко. Смотрю, рогачёвский залог. Рогачёвский сгущёнка. Всё, значит, сгущённое молоко, это не нужно, рогачёвский. Нет, ну померить, ну взять, открыть банку, померить, всё, что специалистам. Ну нет, ну так, просто смотришь, как на визуально. Хорошо, у вас приборы есть, а я вот что возьму, померю? Ну куплю банку и всё, откуда я знаю, что там? Вот сейчас я услышал, и телезрители, многие, я думаю, услышали, уже записали, рогачёвский и минус поставили. Вы сделали классную антирекламу этому предприятию, смотрите, как бы они на вас, или на нас, скорее всего, не ходили куда-нибудь. На мой взгляд, на мой взгляд, в отсутствие специалистов, гигиенистов, просто вот в таких ситуациях надо соблюдать право личной гигиены. Лично гигиены, уборка, ношение масок, просто мыть, удалять. То есть вот правила личной гигиены, а бояться не надо особо радиации, честно говоря, надо знать, просто надо знать. Мы знаем, как лечить насморк, как понос лечить. А вот мы сейчас перейдём в наши дни, и у меня вопрос как раз вот к учёным, касающийся так называемого естественно-радиационного фона. Но мы со школьной скамьи все знаем, что источником повышенной радиации, например, является любой муравейник. Со времён, когда я здесь учился в этом университете, знающие люди, знающие люди, это важно, говорили, на сковородку, то, что называется сковородкой, да? Это правда? Вы можете рассказать вот об этих ситуациях применительно к тому, что вот сейчас мы услышали о личной гигиене, о том, что всё это вокруг нас? Микрофон передайте, пожалуйста. Одно время мувзолеи тоже самое говорили в московском. Ну, я так понимаю, что везде, где есть гранит, где есть мрамор, это... Не мрамор, не мрамор, но гранит. Гранит? Да, гранит. Ну, что такое гранит? Гранит – это застывающая, по сути дела, магма, которая поднимается из центра Земли, за счёт чего наша Земля разогревается, за счёт чего там лава, как раз за счёт того, что считается в ядре Земли. И до сих пор распадаются тяжёлые нуклиды, которые, ну, ещё когда вот солнечная система Земля формировалась. Через гранит они медленно дефундируют наружу, то есть поднимаются. И да, почему не мрамор? Мрамор – это уже осадочная порода, которая образовывалась из обитателей мёртвых морей, умирающих морей. То есть там лёгкие радионуклиды, которые были, уже давно все распались и не представляют. А гранит – это как раз, да, уранторий, то есть то, что присутствует в земной коре. Собственно говоря, тут даже не то, что знающие люди. Я из предпоследнего выпуска, когда ещё была военная кафедра в Казанском государственном университете, естественно, как химик я получал воинскую учётную специальность химзащиты, тогда это называлось, нынче войска РХБЗ, но радиационная безопасность, радиационная разведка тоже нас учили. Ну и в качестве демонстрации, вот как раз в университетском дворике нам дали с дозиметром походить над опавшими листьями и подержать дозиметр над, собственно говоря, гранитом сковородки. Понятно, что стрелочка, она так раза в полтора, в два в разных местах от природно-радиационного фона над гранитом отклонялась. Мы сейчас можем успокоить или наоборот насторожить, что там сиживает, всё-таки, наверное, не такая уж большая. Ну, на самом деле опаснее, скажем так, в полдень стоять под солнцем, под ультой фиолетом, чем сидеть на сковородке. Это гораздо более серьёзное, скажем так, воздействие. Хорошо, буквально бегло в нескольких словах, и сейчас вот я, Борис Германович, хочу к вам обратиться. Помните, я сказал, что я прицеплюсь к тому, что вы кандидат географических наук. Я хочу, чтобы вы немножко рассказали о географии Татарстана вот в этом ключе. Где ещё, естественно, источники вот такой чуть повышенной, может быть, радиации, которая, тем не менее, не угрожает нашему здоровью? И может быть, как было сказано, даже отчасти и полезно, да? Чуть-чуть словить, это хорошо. Есть, естественно, источники там, где сланцевые почвы. Там могут выделяться эманации радона. Ну, поскольку уран ради распадается в земной коре. На приятии радона эти эманации выделяются? И газ поднимается, но это особенно опасно для подвалов, которые не вентилируются, для санузлов, которые плохо вентилируются, для первых этажей. Ну, здесь самый простой вариант – это регулярное проветривание этих помещений. Ну, а вот то, что как радоновая там ванна и прочее, это всё-таки в настоящий момент говорит, что терапевтически никакой пользы от них нет. А вред? Ну, ни пользы, ни вреда, что называется. Поэтому лучше, наверное, если пользы нет, зачем, собственно говоря, платить за эти процедуры? Ну, звучит красиво. Радоновый ванн. Ну, в своё время были радиовая косметика доктора Тюри в 20-е годы. Ну, это не Пьер Тюри, это просто был человек с такой же фамилией французской, но он так разбогател, продавая белила с радиовыми солями. Да. Понятно. Спасибо вам большое. Борис Геннадьевич, давайте всё-таки обратимся вот к сегодняшним дням уже на более таком, что ли, конкретном уровне. Я аппаратную попрошу, можете карту вывести на экран? Да. Вот, ну, вам можно на неё не смотреть, вы и так всё это прекрасно представляете. Это скорее уже для публики, да, в том числе для телезрителей. Если посмотреть вот на эту карту размещения, как официально говорится, производительных сил на территории Свук-Татастан, то нетрудно заметить, что у нас здесь доминируют две группы таких, две отрасли. Нефтехимическая отрасль и машиностроение, в том числе точное машиностроение и специальное машиностроение. Как бы вы охарактеризовали вообще, вот вы же, в принципе, представляете картинку и по России, и тем более по Приморскому округу, вот степень насыщенности такого рода объектами или предприятиями-производствами, которая должна у нас, не только у МЧС, но, в принципе, у всех у нас, да, вот, ну, заставлять быть чуть мобилизованнее, чуть внимательнее к тому, что вокруг происходит. Ну, вообще, я должен сказать, что концентрация производства, это не значит, что это, ну, реально и должна быть опасность, и мы должны все время бояться чего-то. Вот, да, республика, она очень насыщенная по сравнению с Приморском округе, это, наверное, одна из самых насыщенных территорий. Если так смотреть, нет ни одного, наверное, района, где бы не было там присутствия или хлора, или аммиака в тех или иных дозах, в производственных целях. В производственных целях. Вот, то есть, у нас где-то порядка 7 тысяч опасных производственных объектов разных классов опасности, но они, вот, рассредоточены, по сути, по всей, по всей республике. Конечно, наиболее это получается у нас зона, вот, вот, Нижнекамска-Челнов, зона Казани. Нижнекамска-Челны, конечно, более сконцентрированное количество опасных производственных объектов. Вот, поэтому, ну, плюс, так сказать, нефтяные разработки, которые практически на две трети республики, они ведутся. То есть, здесь, если говорить о потенциальной опасности, то таких объектов достаточно много. Если говорить, так сказать, о реальной опасности, вот, мне кажется, чем фильм, наверное, самое ценное в нем, на мой взгляд, он, по крайней мере, показал, что люди не представляли эту опасность и не знали, что делать. Вот, и когда ты знаешь, какую опасность представляет тот или иной объект, ты понимаешь, что и как надо поступать, то я не считаю, что это объект, всегда его надо опасаться. Ну, наши нормы и требования, они намного жестче, как всегда говорят, чем иностранные. Но, тем не менее, скажем, вот, те же самые мусороразжигающие заводы в центре городов строят. Они строят, существуют и проблем не возникают, только из-за одного, что там соблюдается эти все требования. Сегодня мы их просто боимся, что мы их не будем соблюдать, и поэтому, естественно, обыватель боится. То есть, он также, я хорошо помню, под Барселоной Салоу, есть город развлечений, так сказать, поезд идет через нефтеперерабатывающий завод, пассажирский, где вы видели, чтобы у нас даже по никаким нормативам это невозможно. Там это пожалуйста. Почему? Потому что, опять-таки, все зависит от тех, есть требования, их соблюдают. Ну да. Есть более смешные примеры, такие на многих автозаправках, автомобильных заправках в Европе, пожалуйста. То есть, ходишь и куришь, пока автомобиль заправляется, никому в голову не приходит, что сейчас что-то там полыхнет, взорвется, и все улетим. Это тоже забавно. Насчет того, что наши требования более жесткие, чем, я имею в виду, к технологии, к соблюдению технологий, к размещению порядка, может быть, у меня искаженная информация неправильная. Что-то мне вот припоминается, когда Танека проектировали, там были сложности, связанные с возражениями, как раз, по-моему, со стороны Ростехнадзора или каких-то еще надзирающих инстанций, потому что очень компактную площадку сделали, не так, как делали в Советском Союзе. Да, это были специальные спецтехусловия разработаны, они были согласованы, спецтехусловия, исходили как раз из, будем говорить, больше иностранных требований, потому что вначале проектировщиками выступала иностранная компания, и это позволило существенно сократить площадь и сэкономить на этом. А для заграницы это, как бы, считается абсолютно нормальным явлением. Ну да, земля дорогая, они все уникальны, нету. Если ты, еще раз повторяю, соблюдаешь те требования, которые определены, никто не должен считать, что должно что-то произойти. Понятно. Давайте, может быть, перейдем к некоторой конкретике. Вот вы упомянули о семи тысячах предприятиях, которые, ну, представляют в той или иной степени, относятся к разным классам опасности, четвертый, третий, там, и так далее. Магистральные газы и нефтепроводы относятся к этим объектам? Да, конечно. Это знаменитая ифтепровод дружбы, которая через нас идет. Да, у нас начинается Уренгой-Помары. Ужгород. Ужгород, да. Еще одна стройка, когда уже санкции Рейган вводил против нас вовсю. Газоперерегаточные станции запрещал поставлять. Мы тут на КМПО делали сами. На ГПО-16, по-моему, да, назывались они. Если на бытовом уровне, вот, чтобы было понятно не специалистам, а телезрителям и собравшимся здесь, хотя, конечно, здесь специалистов хватает, да, в первом ряду, во всяком случае. Что, вот, грубо говоря, что мы можем, на что мы можем или должны обращать внимание, вот, для того, чтобы содействовать, вот, уважаемым представителям МЧС, вашей службе, грубо говоря, вот там где-то фитилек горит, там что-то потрескивает, там что-то осыпалось. Может ли обычный человек, обыватель, в какой-то степени вносить свою лепту, вот, в поддержание более или менее на приемлемом уровне безопасности? Это вопрос ко всем экспертам, ну, просто, Борис Георгиевич, давайте ушли, а потом мы пойдем. Я могу сказать, что я думаю, что у МЧС еще больше обращений. Каждый день к нам приходит порядка, там, 20-30 обращений, самых разных, по самым разным вопросам, когда люди жалуются как раз на то, что их, по их мнению, неправильно расположили, там, газовые трубы, где-то ведут работы, которые, по их мнению, могут угрожать здоровью и жизни, проложенная линия электропередач. В принципе, мы выходим, смотрим, даем оценку этому. Если это подтверждается, значит, принимаем меры к собственникам. Поэтому, в принципе, обращения, они, я считаю, идут, в первую очередь, на пользу. И от них ни в коем случае, я считаю, нельзя отмахиваться. Но есть еще вторая сторона. Вот понимаете, ведь все эти аварии происходят на производстве. И здесь очень важно, чтобы, вот там, оттуда меньше даже поступает, к сожалению, хотя у нас работает телефон, доверие, все, намного меньше поступает обращений, хотя нарушений самых обычных, которые потом, вот, к сожалению, приводят к аварийным ситуациям, у несчастным случаям, достаточно много тоже. И вот там, если не были бы люди, так сказать, я бы не сказал, что они безучастны, но они в силу определенных обстоятельств, им приходится, вероятно, быть не очень активными. Вы знаете, на заре туманной юности я некоторое время после армии работал на заводе. И могу сказать, по моим вот наблюдениям, что, ну, более затюканного человека, чем инженер по технике безопасности, наверное, не было на предприятии, потому что что-то пытался делать, и его начинали со всех сторон там шпынять, шугать, да что-то... Я одно могу сказать себе. Недавно меня представляли зам главного инженера одного очень крупного предприятия по технике безопасности, он приехал к главным инженером. Я как раз и им сказал, что ли... Мы к этому вернемся, Борис Геннадьевич. Я понимаю, о чем вы говорите, не будем все сразу раскрывать. Пока ты не будешь. Да. Алексей Александрович, есть что дополнить по поводу активности граждан, обращений? Я не могу поверить своим ушам, неужели ваши представители, Борис Геннадьевич, выезжают на каждое обращение, и вам тоже вопрос... Среди них же могут быть совершенно какие-то параноидальные. Или кто от МЧС? Кто на этот вопрос ответит? Давайте вы... Я готов начать, наверное, ради Борис Геннадьевича продолжу. Да, действительно, обращения идут, и обращений немало. Обращения в основном идут от граждан республики, от частных граждан, от организаций предприятий, не особо много. Единственное, я хотел сказать, что действительно все обращения, они рассматриваются, в установленные сроки, соответственно, идет ответ. Одну минуточку, вы сейчас вы заразите, если хотите. Да, да. Ну, почему же, да. Значит, ни одно обращение мы не оставляем нерассмотренным. Не надо. Почему же? Ради Красневича. Я думаю, просто не все будут удовлетворены от тебя обращениями. Ведь кто-то ждет обязательно каких-то жестких каких-то мер, по их мнению, откажешься, что это все нарушение. Вот все. А начинаешь разбираться, ну, меры-то принимаются. Да, конечно, сейчас вот закончится ответ, да. Микрофоны передавайте, пожалуйста, не зажимайте. Почему микрофон оказался у меня? У меня уже есть один. Я дополню ответ, возможно, сниму некоторые, может быть, негативные составляющие, так как в основном все обращения граждан, скажем так, по тем или иным ситуациям, неблагоприятным, по их мнению, поступают к нам в Центр управления в этой ситуациях. И, соответственно, можно сказать, мы выступаем неким центром, который обеспечивает реагирование на те или иные события. Сразу хотел бы отметить, что потихоньку, конечно, не сразу, но с населением, с гражданами, с предприятием у нас выстраивается определенный диалог. Да, есть определенный момент, когда мы, как, скажем так, не широкого профиля специалисты, можем качественно ответить и отреагировать. В данном случае мы активно привлекаем уже более узких специалистов для решения тех или иных проблем. По существу много обращений от граждан по фактам нарушений, по их мнению. Но многие нарушения по факту по выезду, когда подъезжаешь, есть человеческий фактор, когда, грубо говоря, соседи не поделили тот или иной случай, и идут, скажем так, такие вот моменты. Приходится разбираться. По факту некоторые обращения граждан мы, соответственно, рассматриваем с коллегами с других министерств ведомств, очень много по экологической составляющей к нам обращения поступает, очень много составляющей по отходам различным и так далее, то, соответственно, мы привлекаем уже специалистов, которые непосредственно занимаются по данному профилю. И, соответственно, гражданам мы уведомляем, что так как данный вопрос не относится к компетенции МЧС, мы уже обратились за ответами соответствующего ведомства. И вот тут-то как раз часть граждан про себя говорит или думает, да, о, они отписались. Вот для того, чтобы такого не происходило, объективно говоря, у нас, слава богу, в республике очень много ресурсов, которые открыты, обращения, которые, скажем так, ставятся на контроль не только нашего руководства, но и руководством республики. В то же время есть у нас прекрасный ресурс, это гражданский контроль, народный контроль ресурс, который к нам в том числе поступает. Очень удобно, скажем так, то, что там и фотографии есть и так далее. Там на данный вопрос, конечно, в режиме диалога мы работаем. Да, мы не все можем, скажем так, охватить. Вы должны тоже понять, что мы каждому человеку пожарного и спасателя тоже предоставить не можем физически. Да, очень интересно. Вот смотрите, я так понимаю, сейчас здесь последуют некоторые возражения, вы должны быть к ним готовы, но прежде чем вам микрофон передадут, у меня одно вот уточнение, оно дилетантское, конечно, чисто журналистское, вы сейчас на меня обидитесь, постарайтесь сильно не обижаться немножко. Не дождетесь, да, но не знаю, как посмотрим. Я вот когда про МЧС думаю, не то, чтобы я часто про него думаю, но иногда думаю все-таки, да, вот МЧС есть. Министерство называется, Министерство по, правильно я, Раш, по делам граждан? Чрезвычайная ситуация. И я в таких случаях всегда думаю, почему, что-то здесь не хватает, что-то не хватает. Думаю, вот если бы там было написано по предотвращению чрезвычайных ситуаций. Профилактика у нас зачем, тоже присутствует. Да, в этом и мой вопрос, вы абсолютно правильно приняли пас. Какую долю в работе МЧС занимают мероприятия профилактически, а какую вот это вот грязное, к сожалению, кровавое зачастую работу постфактум, когда уже все случилось, и вы вынуждены только выезжать и разгребать. Да, я понял. Значит, наверное, основная работа у нас как раз-таки состоит и, наверное, в предупреждении чрезвычайных ситуаций, это у нас и назорная деятельность, и подготовка населения, и обучение, всевозможные тренировки, учения. Значит, уже стала традицией хорошей, что 4 октября каждого года в день Дня гражданской обороны проходит всероссийская тренировка по гражданской обороне. Это вы тренируетесь или граждане с вами тренируются? Тренирует вся Российская Федерация и граждане в том числе, конечно. Я ни разу вот не тренировался, как-то вы меня игнорируете вообще. А хотелось бы. Ну зачем? Сигналы, оповещения, зачем систематически все это проходит, тренировки, да? Коль уж об этом заговорили. Предвоенные годы, я имею в виду перед началом Великой Отечественной войны, первые послевоенные годы, массовое жилищное строительство, везде, на улицах, на домах указатели, бомбоубежище, номер такой-то, номер такой-то, здесь-то, здесь-то, в каждом... Кто здесь присутствующий может сказать, вы где видели бомбоубежище вообще последний раз? Я видел, разрушенные. Разрушенные. У вас действующие? Вот, вот это первый вопрос, да? Нужны ли они или не нужны? Вы как ученые что считаете? Значит, что я считаю? Во-первых, везде есть цель, есть задача, есть средства, которые нужны для реализации, понимаете? Вот у нас иногда принимают решение, вот давайте сделаем вот это, это, это. А если вероятность события нулевая... Зачем делать? Совершенно правильно. То есть бомбоубежище, это уже о прошлом? Это уже о прошлом, можем сказать, понимаете? Вероятность события. Вот вы с какой, например, вероятностью можете сказать, что у нас будет атомная война? Вы не американец, я понимаю. Нет. Они говорят, бросить надо. С какой вероятностью скажете? От 1 до 100 баллов, например. Нет, мы ездили часы с умного дня. Давайте мы не будем путать все события на бытовом уровне. А вот конкретно события. Вероятность атомной войны. От 1 до 100 баллов. Сколько даете? Можно провести... Вы хотите, чтобы я вам сейчас дал ответ? Вероятность идет от... Ваша личная, личная. Да, да, я отвечаю. От 40 к 50 идет, с моей точки зрения. 45 процентов, да? Или 45 баллов? Ну, ближе к... Ну, 50-50, можно так сказать. Да, потому что... А чтобы было вот это объективно, объективно, надо сделать выборку, например, да? Выборку можем у специалистов, выборку можем сделать и у других лиц. Им надо будет разные события. Выборку из данных разведки? Почему разведки? А какую выборку? Вот сейчас выборку мы... Давайте соберем у всех листочек 100, сколько даст баллов, посчитаем и получим вероятность. Но специалисты вот, они понимают, что такое вероятность событий, опасно, чрезвычайная ситуация. Нет, нет, извините меня великодушно. Вы хотите сказать, что если мы статистически увеличим сборку ответов, то вероятность случиться или не случиться будет определена точнее? Такие вещи, я не могу, мягко скажу, я не хочу этого сказать. Я хочу сказать, как мы все, вы университет качали и это, что это такое истина? Нет, нет, секундочку, я там математически с вами говорю, профессионально, что такое истина, да? Я же гуманитарий, а вы со мной математически. А я на уровне средней школы, восьмого класса. Валяйте. Есть средняя величина и отклонение. Вот мы посмотрим, какая будет средняя выборка и так далее. То есть я за... Вот еще такой момент я хочу сказать. Вот сидят люди, их начинают пытаться обвинить в чем-то бездействии, а они выполняют четко свои действия. У них все процедуры зафиксированы, и у них ни один случай не пролетит мимо. Человек на бытовом уровне, ну, махать руками можем мы, конечно, да? Вот люди... Секундочку, давайте я вам тоже тысячу фактов докажу. Тем более я этим профессионально занимаюсь. Вот люди, многие думают, что за него должен сделать он, за него должен сделать он, понимаете? Понимаю. А все процедуры-то в законе прописаны, и уже прописаны кто, что должен делать. Ну, теперь доказывайте, что в законе сделал не так. Евгений Борисович, вы вообще прекрасный человек, я просто преклоняюсь перед такими людьми. Вы исходите из того, что законы безупречны? Нет. Что люди, которые, инструкции, которые написаны, исходя из этих законов, безупречны? Что люди, которые каждый на своем рабочем месте занимаются этим, безупречно выполняют... Мы вернемся к этой теме. Вот я сейчас, Борис Геннадьевич, поп... Это ваше мнение, мое мнение другое. Конечно. А мы здесь и собрались, чтобы своим мнением вложить. Я не говорю, что безупречно. Понимаете? Есть религиозное, что у каждого есть право на ошибку. И в Конституции это записано, что есть право на ошибку. Понимаете? И уровень безупречности зависит от того, чем я занимаюсь, от квалификации, которую получили вы, он и так далее. То есть уровень квалификации. Да. Понимаете? Понимаю. И мы начинаем заниматься квалификацией, например, любого человека с рождения, переход улицы, ОБЖ в школе, и в университетах, и институтах этим занимаются. И вот когда к Борису Геннадьевичу, например, приходят специалисты или ко мне по этим же вопросам, мы понимаем, что у них квалификация маленькая. Мы должны заняться, вот как вы задали вопрос, профилактикой. Все начинается проблема в человеке. Насколько он владеет информацией, вот в чем проблема идет. Как Путин вчера сказал, в что главное-то? Образование, медицину, он сказал, эти проблемы. Да ладно. Да? Так и сказал. Так и сказал. С ума сойти. Вот именно. Но он много чего говорит, да? Это правда. Умные люди говорят, что надо говорить, он это делает и говорит. Отлично. Спасибо большое. Я хочу напомнить, что это высказывался Евгений Борисович Гаврилов, кандидат технических наук, главный специалист по направлению безопасности жизнедеятельности Казанского научного института имени Кирова. Кирова был, но теперь уже нет. Просто к нету. Кирова есть, да? Оставили вы это? Прекрасно. Прекрасно. Ну, в общем, бывший КХТИ. Но здесь вот есть, назревает рядом со мной собеседника возражение. Давайте, если только, сильно не ругайте в пределах корректности, если это можно. Пожалуйста, в пределах задуманности. Да, чуть ближе микрофон. Микрофон чуть ближе. Чуть ближе микрофон. Держитесь, пожалуйста. С 1973 года я работал в Республиканском Санкт-Петербурге, так называлось, отделе радиационной гигиены. Во-первых, я должен напомнить Александру Анатольевичу и товарищам, забыли упомянуть светлую память Василия Алексеевича Киршина. Это их руководитель был. Лауреат государственной премии по закрытой тематике. Он в Чернобыле был, это его ученики, кстати. Светлая память ему. Когда этот Чернобыль начался, я работал с Анаписанцем как раз, мы занимались ввозимой продукцией. Из Украины, из Беларуси проверялись. То есть на рынок практически ничего не попадало. Даже чуть-чуть зараженное. Вы это отсекали? Это куда-то в могильнике свозилось? Отсекать практически было мало. Практически не попадали они. Не привозили в принципе. Ну то есть и здесь все было идеально. Или близко. Потом вот это возможно для Чернобыля, Татарстане. Но он практически есть, он настолько замерзший. Очень интересная точка зрения. Поясните, пожалуйста. Так, я сразу должен сказать, что я многие цифры не буду говорить. Зачем будоражить? Не надо. Вот, ни к чему совершенно. Я пытался будоражить, поднять вопрос лет 15, наверное. Я письмами докажу вам, официальными письмами, заказными, и в аппарат президента РФ, и сюда, и к вам, и все. Вы даже не соизволили ни разу звонить, узнать. А где у нас такие вещи есть? Никто абсолютно из МЧС. Может быть, вы представитесь? Я боюсь, что просто представители МЧС не знают вас. Потому что новые люди... Да пусть поднимут документы. Нет, ну как. Официальные, все. Я сказал, что. Никому не интересно. О чем шла речь? Можно уточнить? Такие точки есть. Да, вот. Они даже... Вот мне слов не там. Извините, пожалуйста. Вы можете уточнить, о чем шла речь? О радиации. Где? А радиация Татарстане. Татарстанов работал в первом комитете по охране природы. Он был сначала главный специалист отдела, по радиационному контролю, в моем отделе, когда я начинал как раз тоже работать. Затем мы создали инспекцию радиационно-экологического контроля. А потом ее ликвидировали. А потом успешно. Я ликвидировал лично. Да не, только инспекцию. Наш комитет ликвидировали. Мы три года всего отработали, яро пошли. Этот комитет тоже в память Александра Алексеевича Сидельникова, кстати. Буквально через месяц будет 30 лет, как начала работать эта система государственно-экологического контроля. Был создан комитет первый по экологии. Поэтому буквально 30 лет будет в июле месяце. Я занимался этим профессионально. Рашид Гензианович был начальник инспекции радиационного контроля. У нас есть точки, не буду называть где. На полштыках советской лопаты сотни рентген идет. На полный штык лопаты тысячи рентген. И вот им вообще не интересно абсолютно это МЧС. Ну хоть бы раз позвони, скажи, Рашид Гензианович. Че ты, пардон, не сматерился. Че ты занимаешься? Рашид Гензианович, я хочу сказать, что все эти точки, они были обозначены в государственной целевой программе о мерах по обеспечению радиационной безопасности населения Республики Татарстан. Программа была принята в 1998 году. Она предполагала 4 года работы. Для нее было выделено 68 миллионов рублей. И? И сегодня я не могу добиться, насколько эта программа была выполнена, потому что ответственным был МЧС. Некоторая информация о ДСП и прочее, прочее. Но программа в интернете, она сегодня до сих пор висит. Там все эти точки обозначены. Это начинает Донагурский овраг под Чистополем, где хлебозавод построен. Это Менделеевский шламотвал на химзаводе Никарпова. Да это известная история. У нас в центре Казани есть точка, я скажу, народ не поверит просто. Я думал, как его, бывший зам горосполкома Иван Владимирович, как его фамилия, попался. Кузнецов, что ли? А? Кузнецов? Ну, не важно сейчас, какая фамилия. Я вам сказал, скажите Медшину. Вот там каждый год проводятся, как называется, субботники. Субботники студентов. Все это разгребается, все это грязь радиоактивная. Куда она девается? А мы не знаем. Мы не знаем. Я написал в МЧС. Бесполезно, но бесполезно, никому неинтересно. Как это называется у вас по закону? Преступные бездействия. Нет, 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 здесь и там нет. Я действительно, да, действительно получали от вас обращения. Эти обращения были... Сколько они получали? Несколько лет вы получали? Возможно, да. Значит, единственное могу сказать, что да, вот как Райк Рахстыч говорил, что в некоторых вопросах мы просим наших коллег из других министерств ведомств оказать нам содействие. Значит... Я вам скажу про содействие. Есть Роспотребнадзор, раньше Санкислужба называлась. Так точно, да. Вот именно с ними мы прорабатывали этот вопрос. Есть там у Смогилов такой, Росстанка Дусович. Окей, давайте дадим возможность ответить, товарищ полковник. Значит, да, вот эти письма прорабатывали совместно с Роспотребнадзором, туда вот перенаправили, получали оттуда информацию, в принципе, но о том, что какое-то где-то превышение нам не подтвердили в итоге. Давайте вместе пойдем. Роспотребнадзор не подтвердил, да? Да. То есть они провели... Извините, пожалуйста. Есть хоть специалисты. Вопрос? Специалисты должны быть, а ваши специалисты не могли самостоятельно это проверить? У нас, к сожалению, нет такого подразделения. У нас есть служба, но у нас нет таких специалистов, которые могут выезжать. То есть вот Радик Аглямович сидит, у него там вроде бы в его отделе все перечисляется, радиационная, химическая, биологическая, медицинская. Это служба, но специалистов у вас нет. Это как? Телефонов тоже нет, позвонить нет. Не-не-не-не, минуточку, минуточку, минуточку. Давайте сейчас мы... Понятно уже, ваша позиция понятна, ваша претензия. У него так называется должность. Да, так. В этот должность подразумевает под собой нахождение специалиста одного. Я об этом не спрашиваю. По радиационной химической и биологической защите, который предназначен для работы в главном управлении с подразделениями ФПС. То есть это наш как бы внутренний специалист, который обеспечивает противогазами наших сотрудников внутри, сотрудников пожарной охраны. Но померить уровень радиационной опасности... Нет, нет, нет. То есть это не наша функция. Их не функция. Осуществление надзора в сфере радиационного, химического и биологического контроля у нас, к сожалению, нет. Есть для этого уполномоченные соответствующие ведомства. Вот ваше обращение, я, к сожалению, не в теме, потому что ко мне оно не поступало. По подведомству на территории Республики Тарстана данным направлением деятельности, в том числе у нас, если проводить крупномасштабные мероприятия, занимался Министерство обороны. Данный функционал на них был возложен. При проведении крупномасштабных мероприятий. Если брать повседневную деятельность, то, соответственно, у нас такой возможности и подразделений нет. То есть вы не хотите заниматься, вы не хотите заниматься никому? Так все, все, нет, ну понятно, да? Коллеги, давайте поспокойнее. Во-первых, что это такое чрезвычайная ситуация вообще-то по закону посмотреть? Это обстановка, сложився, тру-ту-ту-ту-ту. Вот о чем вы говорите, это не чрезвычайная ситуация. Есть понятие авария, тоже функции распределены. Потому что я до этого говорил, каждый отвечает за свое порученное государством дело. И если мы, тоже я говорил, перекладывать кого-то на что-то, понимаете? То есть мы должны определиться, кто этим занимается. Евгений Борисович, я понял, что вы очень системный человек, но здесь очень простой вопрос. Поступила жалоба на таком-то участке, минуточку, я вас выслушал и понял. На таком-то участке, конкретном, по мнению заявителя, уровень радиации в н раз превышает предельно допустимый уровень. Заявление поступило в МЧС. МЧС, как мы сейчас выяснили, это не функция МЧС осуществлять замеры уровня радиации где бы то ни было. МЧС перенаправил это хозяйство в бывший санэпиднадзор, который теперь называется Роспотребнадзором. Роспотребнадзор принял, я правильно излагаю? Абсолютно верно. И ответил МЧС, что мы, то есть Роспотребнадзор, который этими функциями наделен, да, этими полномочиями наделен и который располагает соответствующими техническими ресурсами, его представители выехали на эту площадку и ничего не нашли. Там все хорошо. Возвращаю вопрос, почему вы решили, что там в н раз превышается радиация? Кто-то же здесь не прав? Я занимаюсь этим вопросом с 73-го года по республике. Вы замеряли это хозяйство? Конечно. У меня протоколы все есть. Лаборатория анализы есть. Нет, просто выйти к этому человеку, который обратился, тебя же служба МЧС или Потребнадзор могут его пригласить и вместе выйти. В Менделеевске мы как работали? Я иду по шлам отвалу, приглашаю как раз специалистов по радиологам из набережных челнов. Мы идем по шлам отвалу, я своим прибором замеряю, вот такой-то уровень. У вас прибор неповеренный. Я говорю, у вас поверенный? Замеряйте. Он замеряет то же самое, мы ставим флажок, идем дальше. И так вот я их заставил заплатоколировать все это официально. Все. То есть вот только так вот. Это, конечно, через бедро надо ломать обязательно. Иначе никак не получается. Просто никому не надо. Нет, вы ведь это одно. Но надо сегодня это убрать все оттуда. Потому что вот шлам отвал, а ниже находятся сады, где люди собирают яблоки и там живут. Ну, Менделеевск вообще в такой котловине, да, это бывшая бонзига. Я в свое время там... Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. И там этот баревую руду, по-моему, да, или урановую руду, из Ферганская долина тогда возили в 20-е годы. Я гулял по этим отвалам, у меня не было никакого прибора, поэтому я ничего никуда не мог вставить. Просто ходил и все. К вопросу... Окей, окей. Кое-что я понял, и я думаю, телезрители тоже кое-что поняли. о схеме взаимодействия между МЧС и Роспотребнадзором. Да нет никого. Просто нет координатора в этой работе. Главного, что ли? Да. Борис Георгиевич, что можете сказать о уровне взаимодействия между МЧС и Ростехнадзором? Борис Георгиевич, другая задача. Не-не-не-не, я спрошу. Я кое-что понял о том, как МЧС взаимодействует с Роспотребнадзором. Потому что на сегодняшний день есть и наше положение, есть положение МЧС, положение у Роспотребнадзора, Росприроднадзора. Определены полномочия. Есть регламенты действий в разных ситуациях. Поэтому, да, где-то наши действия пересекаются, и мы вместе участвуем. Где-то мы самостоятельно проводим эту работу. Поэтому сказать, что все идеально, наверное, и нет. Наверное, всегда можно найти моменты, которые можно дальше улучшать, совершенствовать. Особенно сейчас, когда реформа законодательства надзорного идет. Дождемся ее. После нее увидим, как это вообще взаимодействие будет. Я вообще с ужасом, коль уж вы об этом заговорили, с ужасом думаю, что через два года мы спустим в канализацию всю нормативную существующую базу контрольно-надзорную. И как здесь уже упоминался президент Путин, как сказал Владимир Владимирович, а взамен мы должны, вот это меня так порадовало, должны разработать новую. Учитывая уровень нашей исполнительной дисциплины, госуправления, интеллектуальный потенциал, да, вот как мы смеем эти за два года разработать абсолютно новую базу, и как вы будете всем взаимодействовать. То есть, товарищи и господа, мне вот честное слово, даже жалко, и вас жалко, и себя вообще-то, да, потому что нам же жить, потому что взаимодействие это наше. Оно останется в любом случае, мы как бы эти точки соприкосновения останутся, а вот точки взаимодействия с предприятиями, организациями, вот что может усложнить уже на сегодняшний день самые простые вещи, чтобы выйти на проверку лифта, я должен получить жалобу или подтверждение аварийной ситуации, да, да. Но это борьба, это защита малого и среднего бизнеса, да, не трошь. Поэтому и таких случаев не только у нас, это повсеместно, очень много вещей, которые... Я некоторые вещи говорю с иронией, вы просто воспринимаете эту спокойную. Пока не начали падать краны башенные, и не вышло специальное распоряжение Хлопонина тогда, вице-премьера по этому поводу, все сидели ждали. Хотя это было абсолютно понятно, когда-то Ростехнадзор выходил весной в обязательном порядке, просто проходили все стройки и смотрели в каком состоянии, потому что таяние, рельсы расползаются, надо увидеть как и что. И никто не считал, что здесь присутствует какая-то корость или коррупция. Поэтому я думаю, что здесь попросту... У меня есть такое предложение, извините, пожалуйста, извините, пожалуйста, если мы сейчас все будем... Давайте мы после эфира, я думаю, у вас будет возможность пожать друг другу руки, обменяться телефонами, купюрами, чем-нибудь, чем вы еще захотите обменяться, возможно. Я хочу сказать, что Владимир Владимирович Путин принял указ президента 13 октября 2018 года, номер 2018, об утверждении основы государственной политики в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности Российской Федерации на период до 2025 года. И дальнейшая перспектива. Дальше задание стоит, 6 пункт Б, 2 утвердить в трехмесячный срок план мероприятия по реализации основы государственной политики. Почему у нашей госструктуры этот план? Где этот план мероприятия? Президент дал указ, кто его выполняет? А кто должен составить этот план? Медведев? Указ, я не знаю, исполнительному органу, вот написано. Надо посмотреть, ответственное составление плана наверняка есть, кто там, Медведев, кто-то из его замов, так же не бывает. То есть, вот президент подписывает указы, но в результате так получается. Я единственное, опять к этому вопросу могу сказать, мне очень хочется все-таки узнать, от МЧС они были главные ответственны за выполнение вот этой программы, о мерах по обеспечению реализации безопасности населения. Были отпущены деньги на 4 года, 68 миллионов. Но это не очень небольшая сумма. И там как раз были вещи по мониторингу, по созданию вот этих карт, которые находятся на территории республики. До карты создавались или нет? База данных должна быть. Где вот это все? Да, соответственно, база данных у нас есть, партпорта территории созданы. Все это корректируется своевременно, наполняется. Все это дело у нас ведется, находится в базе центра управления кризисных ситуаций по республике Татарстан. Работа идет. Эта информация, она закрытый характер носит? Она служебного пользования, вот эти вот карты, да, такое своеобразное районирование республики, да, по степени возникновения возможных чрезвычайных ситуаций? Ну, ДСП, скорее всего? Нет. Нет? Нет, минуточку. Давайте все-таки ответит специалист. Начальник центра вот. Да, я отвечу, так как данная база хранится у меня. Данная база действительно хранится, корректируется, обновляется у меня. Есть, соответственно, открытые составляющие, есть закрытые составляющие. Так как не вся информация, сами понимаете, по тот же самый перечень потенциально опасных объектов республики Татарстан является документом службы. Я поясню, откуда возник вопрос, вот, ну, просто, когда мне говорят, что вот есть такие карты, мы знаем, да, где там больше, где меньше риски и так далее. Вопрос совершенно дилетантский, поправьте меня, если я именно вот как дилетант выступаю, ничего удивительного, я не специалист же в этой сфере. Эти карты, они не могут просто населению помочь, если их обнародовать, как говорится. Нет? Не надо. Нет? Можно сказать немножко по этим вопросам? Ну, может быть, все-таки специалист ответит, который все это хранит? Давайте я сначала отвечу. О, давайте. Так, спокойно. Да, так лучше будет. Нет, потому что я все-таки являюсь как бы связующим звеном и вот участвовал в работе. Значит, вот эта работа паспорта безопасности началась. Секундочку. Извините, пожалуйста, уточню. Вы контактируете с МЧС, естественно, работаете, да? Контактирую, но не напрямую, и напрямую бывает. Вот я просто поясню, это профессиональный вопрос решать, да? Значит, то есть первое, значит, что эта работа началась давно и составляется паспорт опасности потенциально опасных, опасных производственных объектов, паспорта. На основании этих паспортов составляется паспорта территории. Это в первую очередь нужна, паспорт. Там указывается, ну, если профессиональность, FN, FG, диаграмма. Ну, не услышали, что это такое, да? Это, секундочку, это для инвесторов, которые должны вложить деньги, они должны понимать, куда вкладывают вещи. То есть это не просто так, а это бизнес-процесс. Как у любого гражданина есть паспорт, так есть паспорт территории. Он доступный. Доступный? Доступный. Потому что инвестор, если хочет вложить, как вы пересекаете границу, он с вас. Секундочку. Стоп, стоп, стоп. Вот вы пересекаете границу, говорит, покажите паспорт. Вы хотите вложить деньги, паспорт представляется. Послушайте, давайте не будем тратить время на туризм. Вы сказали, он доступен. Я спрашиваю, он публиковался? Они не должны публиковаться. А что здесь тогда доступен? Сейчас я отвечу развернуто. Про бизнес я говорить не буду, ни моего отчина. Паспорт территории у нас действительно есть, что субъекта, республика Тарстан. Мы спускаемся до объекта. Скажу так, паспорт территории, который применяется в системе антикризисного управления России, которую координирует МЧС, он, скажем так, имеет там контактные данные и фамилию и имущество, что отчасти является документом для служебного пользования. Он не в открытых источниках хранится. То есть персональные данные, да? Сейчас в МЧС России в пилотном проекте в открытом доступе для Кавказского региона разработан атлас рисков. Сейчас я развернуто до конца ответа. До конца года поставлена задача министрам Российской Федерации, что данный атлас должен быть отработан для всех субъектов Российской Федерации, где граждане с любого устройства, соответственно, будет это все в открытом доступе в интернет, видеть те риски, которые присущи территории. Соответственно, если брать про деятельность конкретной МЧС и субъектовой составляющей, у нас ежесуточно разрабатывается ежедневно-оперативный прогноз, который мы направляем в территории. У нас, чтобы вы понимали, в муниципальных образованиях, в районах есть ЕДДС, и разрабатываем соответственный прогноз. Он открытый, никому никогда не скрывается. На сайте Главного управления в интернете он тоже публикуется. Вы там можете все посмотреть. Насчет атласа спасибо. Это очень интересная с моей точки зрения информация. Борис Георгиевич, вот мы тут затрагивали специалисты, эксперты, такую тематику, законы, подзаконные акты, инструкции, идеальное выполнение, идеальное. Давайте разберем известный, нашумевший уже кейс. Просто вот, чтобы всем было понятно. Апрель, Нижнекамск, Нефтехим, 17 пострадавших, назовем их так, 4 погибших. Расскажите, пожалуйста, вот это как возникло? Все расписано, все регламентировано, все у всех есть. Каждый знает, как здесь нас уверяет Евгений Борисович, свой маневр. Минуточку, минуточку, все. И вот такая штука. И если, пусть меня, как говорится, на меня не обижается руководство Нижнекамской нефтехимы, может быть я искаженную отчасти информацию сейчас выдам. Но насколько я в курсе, вот инциденты более или менее сопоставимые, да, но к счастью не приводящие вот к таким, к такому количеству жертв, как Апрельская, случаются на этом и других нефтехимических предприятиях с периодичностью раз в полгода, раз в год. Что это значит вообще, вот с точки зрения Ростехнадзора, с точки зрения МЧС, как это может быть, мы, 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 ну это предприятие, ну там же ничего революционного-то нет. Нет, я могу сказать, что все на самом деле очень банально. Во-первых, да, во-первых, во-первых, расследование еще пока продолжается, поэтому я могу говорить только о том, что... Борис Геннадзор, для зрителей в двух словах расскажите вообще, а что случилось? Но в целом ситуация связана с самым простым. Место было неподготовлено, которое было передано в ремонт, не... Сейчас выясняется, что там и до конца, так сказать, контроль лабораторный, который должны были по загазованности сделать, не сделали в том объеме, который требовался. Людей, которых привлекли к выполнению работ, они тоже, откровенно говоря, не обученные, люди случайные, участвовали, подписывали документы на право производства работы люди, не выходя из кабинета. Ими сейчас занимается следственное управление, занимается этими людьми. И вот это стечение обстоятельств, 99% всех аварий, которые я, по крайней мере, знаю, это человеческий фактор. Это несоблюдение вот тех инструкций, которые дописаны кровью, они никогда не появлялись сами по себе. Но каждый раз человек считает, вчера же обошлось, обошлось, и сегодня, наверное, обойдется. И вот результат, к которому мы приходим, когда происходят эти аварийные ситуации и несчастные случаи. Редкое исключение, когда это связано с нарушением технологического режима, связано, так сказать, с износом оборудования. Это намного меньше происходит таких аварийных ситуаций. Вот мы так невольно сейчас или вольно вернулись к этому сериалу, к Чернобылю, к началу вот этого. И, кстати, сказать, вот режиссер Мазин, он во многих интервью, он уже много интервью раздал, как раз говорил, что основная ключевая идея фильма, вот этого сериала Чернобылю, а заключалась у него в том, что вся трагедия случилась из-за лжи. Это такое проявление человеческого фактора, что один покрыл другого. Я могу сказать, что сегодня система производственного контроля на предприятии, она не заточена на получении достоверной информации. И сегодня, условно говоря, начальник цеха не заинтересован в том, что произошло там, узнал, скажем, главный инженер. Главный инженер не заинтересован в поставить в известность директора предприятия, если это возможно, не поставить и решить. Тем более инциденты, которые случаются, а не аварии, о которых обязаны сообщать предприятия. Чаще всего мы выясняем это из прессы. Когда выходим сами на проверки по журналам контроля, самописцам, выясняем, что были эти инциденты, никто не расследует чаще всего. Все это замалчивается. Тем более, до собственника стараются не доводить. Потому что очень часто даже есть такие обращения, когда говорят, ну пожалуйста, штрафы на должностных лиц, ну сколько хотите штрафуйте, но только дайте не юридическое лицо. Потому что юридическое лицо, это сразу собственник задействован, значит, всех лишают премии, всех лишают льгот и всего прочего. Ну вот, к сожалению, пока вот эта система у нас не будет разрушена в этом плане, поэтому я и говорю, что инженер службы производства контроля или даже руководитель службы производства контроля, сегодня от него, к сожалению, он так поставлен в условии, что он зависит очень мало. Вот, очень мало. И даже от главного инженера зависит очень мало с точки зрения обеспечения каких-то вещей безопасности. Я не хочу сказать, что они все бездействуют, они не хотят это делать. Вот. Другое дело, что иногда план становится важнее. Ну, он и в Советском Союзе зачастую был важнее, чем что бы то ни было, но тем не менее, насколько я понимаю, все-таки отношение к обеспечению технологической и технической безопасности было другим. Думаю, основные правила, они и появились в то время, и основные требования. Сейчас мы их только упрощаем. Хорошее замечание, что вы их упрощаете. Математики говорят, чтобы решить задачу, надо упростить, но я не уверен, что в данном случае это хорошо, чтобы мы их упрощаем. Вот то, о чем сейчас Борис Германович говорил, я слушал, и мне кажется, я правильно у вас понял, что чтобы как бы мы ни кувыркались, там сватья, являемся мы друг другу сватьями, не являемся. Относимся мы к этой тусовке или к другой, к этой национальности или к третьей. Система построена в настоящее время таким образом, что Чернобыль возможен. Более того, может быть, вероятность возрастает. Я все-таки хочу сказать, что все-таки уровень технологических процессов на предприятии, все-таки уровень специалистов, мы просто относимся к каждому случаю очень внимательно. Но говорить о том, что у нас есть все предпосылки для Чернобыля в Татарстане, я думаю, что это очень такое сверхсмелое заявление. Чернобыль имеется в виду в переносном смысле. Я понимаю, я прекрасно понимаю и даже понимаешь потенциальную опасность очень многих предприятий, потенциальную опасность, все-таки с точки зрения технологической дисциплины. Дальше могу сказать, когда идет просто технологический процесс, аварий практически не происходит. Практически все аварии в химии связаны или с выводом, или с вводом после ремонтов. Вот здесь почему? Потому что, во-первых, уже попадают непрофессионалы с точки зрения, на сегодняшний день аутсортинг работает на многих предприятиях. Если когда-то там был собственный трест, который знал все от начала до конца, не зря же есть планы ликвидации аварий, где прописаны все действия, которые должны действовать, как сотрудники предприятия, так и члены аварийно-спасательных формирований. Вот эти тренировки, которые проводятся, а тут приходят люди, которые, вот мы как раз на Нижнекамске убедились, вот спрашиваешь, а ты работал вот на этом компрессоре, на этой установке, а он не может сориентироваться, его надо прям привести, и тогда он может еще показать. Да, да, я вот здесь был, да. А если ему просто показывать по плану или объяснять, вот при опросе мы в больнице опрашивали, они просто не могут даже толком объяснить, где они находились, естественно, о каких действиях во время какого-то происшествия они что-то может, о чем-то можно говорить. Ну, в общем, вы меня не опровергли, а скорее еще развили эту мысль. Ну, хорошо, спасибо. Два последних вопроса, предпоследний вопрос. Вопрос, предпоследний вопрос ко всем, да, но вот мы сначала послушаем реплику, да. Во-первых, здравствуйте, всем спасибо за то, что пришли, и огромное спасибо КФУ за то, что такую важную дискуссию вы организовали. Вы не могли бы назваться? Меня зовут Михалик Иван, как раз хотел сказать, из «Вестия Татарстана», пресса. У меня, я думаю, все же смотрели, да, сериал. Ну, да, 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 большинство смотрело. Поэтому у меня три вопроса, не совсем по теме, тем не менее. Первый – это считаете ли вы, и просьба, когда отвечаете, пожалуйста, отвечайте микрофон, потому что я и коллеги, мы все пишем звук, потом будет сложно очень расшифровывать. Вот, первый вопрос – это считаете ли вы сериал в каких-то моментах пропаганды, и если да, то в каких? Первый вопрос. Так, второй вопрос. В чем мифы Чернобыля? То есть там были моменты, где, ну, прям откровенно они врали, я думаю, про водку, про голых шахтеров, и про, как я выяснил, мост смерти, которого не существовало. Ну, то есть он был, но там никто не умер. А в конце говорится, что все практически кто в тот вечер был на мосту, и они все умерли. Это последний, в пятой серии, да? И третий вопрос. Вот вы говорили как раз об этом. Если долбанет, да, не дай бог, какая гарантия вообще, что то же самое не начнется? Ну, потому что проблема этого сериала, когда я его начинал смотреть, он очень похож на то, что происходит сейчас. Вот. И что все то же самое повторится. Всем спасибо. Коллега, спасибо большое за ваши вопросы. У меня просто одно предложение. Мы потихонечку исчерпываем лимит времени, да, на сегодняшнюю программу. Я предлагаю поступить следующим образом. Я думаю, что, уважаемые эксперты, не откажутся ответить на ваши вопросы. Но первые два вопроса я предлагаю вынести вот уже за рамки эфира, да, вам не принципиально ведь, чтобы это прозвучало именно в эфире. А на последний вопрос, наверное, да, он требует, он вытекает из всего, он, собственно говоря, закольцовывает наше сегодняшнее обсуждение, дискуссию, где гарантия, что грохнуть не может. Но, коли уж начали вопросы журналисты задавать, Рустам, я так понял, тоже вопрос какой-то был. Микрофончик передайте, пожалуйста. Сейчас помню нам два слова. Вот мы сейчас решаем проблемы, их можно назвать больше. Первая проблема – 300 с лишним лет назад, Толстой и другие. Проблемы – изменить психологию, голову. Большие деньги стоят. Сознание. Второй момент, да. Подход у нас идет в системе наказания. Если в системе менеджмента это есть отклонение. Не решив вот эти два вопроса, мы, в общем-то, будем решать задачи. Ну и вот Борис Георгиевич сказал, то есть и рост потенциальной опасности, она сопровождается другим, что вводятся технические устройства, которые заменяют некто человека и снижают потенциальную опасность развития аварии. Фулл-проф, yes. Yes. Передайте. Извините, я перехватила микрофон. Так. Потому что мне все-таки очень хочется резюмировать. Ну, к концу эфира мы разговаривали, это хорошо. Мне хочется резюмировать и перейти к конкретике, от философии. Может быть, и вы тоже назоветесь. Да, меня зовут Отеля, я журналист издания Кэзенфюст. Скажите, пожалуйста, какие конкретно объекты в Татарстане представляют угрозу, прям вот поименно? И какую именно угрозу, собственно, чего бояться-то? Это ко всем вопросам. Микрофон, пожалуйста, передавайте. Спасибо. Кто-нибудь ответит? Давай, тогда я тоже. Борис Германович говорил про 7 тысяч потенциально опасных объектов. Я думаю, 7 тысяч он сейчас никак не перечислит, при всем желании. Это 7 тысяч опасных, это не предприятий, это 7 тысяч. Объект. Опасных объектов на предприятиях, которые находятся. Вот эта группа производства даже, скажем, на ауксинтезе, их несколько групп производств находятся. Поэтому... 178 объектов, которые работают с ионизирующей радиацией. По крайней мере, по данным вот этой программы нашей, которая... 178 объектов. Я, наверное, свой вопрос, он будет продолжение вопроса коллеги из «Известия» Татарстан. Вот скажите, вот ноябрь 2013 года была попытка террористической атаки на Нижнекамске Тихим. Были запущены там, ну, самодельные ракеты «Косам», да, вот эти вот. После которой нашего ФСБшника главного вызвали срочный отпуск, и он разбился на самолет. Вопрос в том, что было бы, если бы ракеты долетели, правильно? Вопрос в том, что ракеты долетели. То есть, это было бы попал, если бы попали куда-то там, в хорошее место. Ну, вы знаете, предполагать можно... Это... Все есть... Я вам могу сказать, я вот как раз и говорил, есть план ликвидации аварии. И в том числе есть сценарии, что происходит в каждом конкретном случае, если... Что-то произойдет. Конкретной аварии на конкретном объекте, при конкретных метеоусловиях. То есть, это целое стечение обстоятельств. Все, не просто так взять и сказать. Ну, это... Я почему-то отношусь немножко и к фильму скептично. Потому что все-таки это... Он построен по системе фильм «Катастроф». А фильм «Катастрофа» как-то мне не очень нравится. Потому что очень много надуманного там, в этих фильмах. Другое дело, что... Вот уж если говорить, самое главное, он говорит, надо уметь бояться и надо быть специалистом, когда ты что-то делаешь. Поэтому, когда мы говорим, какие могут быть последствия? Последствия могли быть и плачевные. Вспомните, и взрыв был на газопроводе у Ренгой-Помары в Варском районе. Это еще раньше было. Вы просто не помните. Это был, наверное, 2002-2003. И это тоже, это был террористический акт. Это был. Ну, да, серьезные были последствия. Поэтому, ну, в каждом конкретном случае здесь на сегодняшний день сказать... Но говорить о том, что мы сидим на пороховой бочке и... Давайте так, поменялось руководство порохового завода. Я, конечно, постучу. Я очень суеверный человек, когда я кого-то хвалил на таких производствах. Вот, в общем-то, да, вот последний там был пожар. Но это был, откровенно говоря, там ничего сверх... Тоже безалаберность, тоже просто несоблюдение требований. Но такого, чтобы сверхъестественного произошло, ничего не было. Кстати, когда мы говорим, что пороховой завод это самое страшное, наверное, это нет. Потому что все взрывы, которые были, вспомните, они все... Там площадь вот такая, он построен таким образом, что все внутри завода локализуется. Все цеха расставлены на таком расстоянии, что между ними они не позволяют детонировать, как бы. Да, наверное, может быть еще худшая ситуация какая-то. Это проект каких годов, Борис Георгиевич? Это же дореволюционный проект. Конечно. Это же дореволюционный проект. 200 лет за лошадь. Наверное, что так делают. Понятно. Понятно. Так. Давайте будем закругляться, наверное. У кого-то из экспертов есть еще что добавить к сегодняшнему обсуждению. Значит, мы не услышали, да, перечня конкретных объектов. Казан-Ферст, а обижается, я вижу, да. Обижается Казан-Ферст. Но я думаю, вот рядом сидят военные люди, они вам точно после эфира расскажут. Да, обижаются. Вы что хотели услышать? Вот давайте я вам отвечу. Я хочу понять, чего бояться. Все понял. Чего бояться? Бояться надо всего. Чтобы понять, это вы придите ко мне. Вот. Где вот мы читаем у Бориса Германовича лекции и маленькие понятия. Что это такое опасность? Это вероятность события. Это значит надежность технических устройств. Второе. Тяжесть. Тяжесть будет определяться той энергией, которая высвобождается. И следующее понятие, как он спросил, это авария. Это разрушение технического устройства. И Борис Германович сказал, в зависимости от этого изделия, что оно разрушит, у нас получится такой сценарий, а этих сценариев у нас тысячу. Вероятность всегда у нас существует, но мы должны ее доводить до нулевого риска. А нулевой риск – это когда погибает один человек из миллиона. Отлично. Спасибо большое за разъяснение. Мы сегодня получили очень интересный коктейль высказывания экспертов. Мы получили прописные истины. Мы получили абсолютные, как говорится, философские высказывания. Мы получили некоторую конкретику. Спасибо огромное всем. Я обещал два вопроса. Один-то был задан, в том числе с помощью коллеги из «Вести Татарстана». А вот последний вопрос, я не знаю. А он опять ко всем? Ну, как на него? У меня на него ответа нет. Может быть, у вас есть, уважаемые эксперты. Я понял позицию вашу, Борис Геннадьевич, вашу, что, ну да, хорошие слова были сказаны, надо уметь бояться, да, и понимать, что с чем делать, для того, чтобы опасности было поменьше вокруг. В то же время мы все, конечно, прекрасно понимаем, что опасности меньше не становится. Это объективный процесс, усугубляющийся в ряде случаев, или в большинстве случаев, так называемым человеческим фактором. Последний вопрос мой заключается, или состоит в следующем. Представим себе, не дай бог, не дай бог, никакой бог. Никакой, какие только существуют, каких только верных, не дай бог. Но что-то похожее взяло и случилось. Вот с вашей точки зрения, уважаемые эксперты, вы ответите, я надеюсь, сейчас. С вашей точки зрения, уважаемые телезрители, у вас будет время подумать, послушав в том числе ответы экспертов. Уважаемые коллеги журналисты, Как вы считаете, если что-то подобное случится сейчас, страна сможет в одночасье мобилизовать 600 тысяч человек для того, чтобы ликвидировать последствия раз? И какое количество людей, молодых, ребят, военнослужащих, резервистов, срочно призванных повестками, полезут на какие-то крыши кидать лопатами радиоактивный графит? Кто может ответить, попробовать ответить? Да, нет? Один ответ, не дай бог. Ну, не дай бог, это да. Микрофон передайте, пожалуйста. Каким образом? Я понимаю, что до Тель-Авива можно докричаться. Я постараюсь ответить. Яркий пример 2010 год, когда у нас страна вся полыхала в природных пожарах. Огромное количество населенных пунктов у нас погорело. Много людей у нас, скажем так, с МЧС содействовало. Но я вам скажу один факт. Очень много населения самостоятельно добровольцами вызывает для того, чтобы с этой бедой бороться. Я вот сам отношусь, скажем так, к молодому поколению уже россиян, к сожалению, могу с уверенностью сказать, что среди нас молодых людей тоже очень много людей, которые свою страну любят. И поверьте мне, добровольца будет достаточно. Я ни грамм не сомневаюсь, что если, не дай бог, такая ситуация произойдет, и страна, и народ у нас откликнется, и будет у нас ресурс для того, чтобы эту беду побороть. Спасибо. Спасибо. Я бы хотел добавить, в случае 2013 года, помните, комсомольск-на-Амуре тогда прорвало, потекла вода, и МЧСники, молодые курсанты Ивановского училища из комсомольск-на-Амуре, добровольцы, несколько суток стояли и держали, вот так называемые боны, держивали эту воду, несмотря на действительно опасную ситуацию. И действительно, такие случаи, они показывают, что в случае что, народ у нас как был героическим, так и остался. Я думаю, может, чернобыльцы скажут, они пошли бы снова. Ваше мнение такое, что, во-первых, нужно направлять профессионалов. Даже в Чернобыле много было людей, которые не были подготовлены, которые не были информированы, куда и на что они едут. Вот этот момент, и исходя из этого, много пострадало людей зря. Конечно, наши люди... Нет, у меня микрофон есть. Нет, нет, его слышно хорошо, все нормально. Люди наши всегда готовы к подвигу, но не надо создавать такую обстановку, что люди готовы были грудью накрыть опять амбразуру. Нужно делать так, чтобы прежде всего работали профессионалы. Это специальные у нас и для этого органы, специально обученные люди. Сегодня есть и робототехника, которая к этому готова. Вот пример японской фокусимы, нам четко они показали. Работают 500 человек, но они обеспечены всем. Их потомки обеспечены всем. Это пусть люди будут смертники, но они знают, что они на что пошли, и у них полная гарантия, что они готовы умереть, хотя они не наши, они российские герои какие-то, японцы, скажем, и население у них довольно-таки большое. Но люди погибают за то, что на самом деле есть. Я могу сказать сегодня о наших чернобыльцах, что сегодня выплаты довольно-таки маленькие, те люди, которые были, инвалиды, чернобыльцы. Сегодня из 4,5 тысяч в республике осталось 1950 человек. Да-да. Вот представьте это. И здесь тоже поддерживаю общую личность. Ну, я вам скажу, как это было у Брехтов, в Мамаши Кураш и ее дети, что одна реплика «Несчастна та страна, у которой нет героев», и ответ «Несчастна та страна, которой герои нужны». Потому что, продолжая уже Жванецкого, что героизм чаще всего это результат безалаберности других людей. Он даже, по-моему, порезче выразился. Что касается фокусимы... Ничего, если я что-то скажу. Пожалуйста. Спасибо. Что касается фокусимы репликой, мне кажется, мы немножечко преувеличиваем там японскую безупречность, в том числе технологическую. Там, если я правильно понимаю информацию, которой владею, там все течет совершенно спокойно в этот Тихий океан. Они, по большому счету, если бы это случилось у нас сейчас, нас бы уже весь мир давно задолбал, что мы ничего не делаем и позволяем этой катастрофе распространяться. А тот факт, что в Японии ширится движение своего рода, я даже не знаю, как это назвать. То есть люди, которым вот они уже при смерти, им мало осталось жить, они идут и говорят, возьмите нас, добровольцы, мы тут на фокусиме поработаем. Такой своеобразный японский менталитет, тоже заслуживающий уважения. Давайте мы все-таки будем заканчивать. Спасибо вам большое за ваш ответ, Альберт, за твое дополнение. И то, что вы сказали, Александр Анатольевич, тоже, наверное, нужно иметь в виду. Ну, Брехт и Мамаша Кураш и Жванецкий были правы. И так нехорошо, и так нехорошо, но все-таки то обстоятельство, что, как сказал коллега Бигбов, народ-то остался тем же в лучших своих качествах, ну, оно, вот будем этим утешаться и все-таки будем уметь бояться и стараться смотреть повнимательнее вокруг для того, чтобы опасностей было поменьше, а те опасности, которые возникают, мы могли более или менее безболезненно преодолевать. Спасибо огромным экспертам за участие, представителям МЧС, спасибо уважаемым телезрителям. Это был дискуссионный клуб телевидения Казанского федерального университета. Я его ведущий Юрий Алаев. Спасибо за внимание, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok